Духовный голод Мы желаем поклоняться нашему Небесному Отцу, поэтому приходим сюда, чтобы получить то, что мы желаем от Него, получить, слышать то, что хотим услышать и прославить нашего Небесного Отца, потому что это есть часть нашего служения, часть нашей жизни. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя, Отче, за то, что Ты благословил и позволил нам прийти на это место, Господь, потому что мы желаем поклониться Тебе, желаем прославить Твое Святое Имя, Боже. Мы знаем, что Ты хочешь пребывать среди поклоняющихся Тебе, Господь, Ты желаешь отвечать на наши молитвы, Ты желаешь, Господь, благословлять нас и раздавать нам духовную пищу, чтобы мы не ослабли, пока живем на этой земле, Отец Небесный. Просим, Господь, чтобы Ты сошел на это место, чтобы на всяком месте, где сейчас собрались Твои дети, пусть будет, Господь, Твое Святое присутствие, пусть будет Твой совершенный порядок, подобно тому порядку, который Господь держит всю Вселенную в гармонии. Отче Небесный, благослови, пожалуйста, пусть наши сердца будут способны принять слово, которое Ты сегодня хочешь нам сказать, Господи, благослови, наполни уста проповедующего, Владыка, все мы предаем в Твои святые заботливые отцовские руки, Отче, наполни нас до краев, наполни наши святильники, Господь, помоги нам их поправить, чтобы светить для славы Твоей, Отче. Мы благодарим Тебя и прославляем во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Перед тем, как мы начнем славить нашего Господа, хочу один стих зачитать из 15 главы Исход. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Аллилуйя. 594 Псалон в новых сборниках. Давайте же вместе славим Богом, Хвалы не бывают слишком много. И если в дом Божий пришел не с твоей порога, Пойди, о святое святые присутствие Бога. И если в дом Божий пришел не с твоей порога, И если в дом Божий пришел не с твоей порога, И если в дом Божий, чтобы вместе славить Бога, И к нам Господь пришел в этот час. Звучит песня. 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 Давайте дальше. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. И посмотрите. Звучит песня. 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 И посмотрите. Звучит песня. 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 Я верю. Звучит песня. Иосиф. Звучит песня. 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 И отец. Дальше. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Вот. Звучит песня. 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 это 42 глава к небытие давайте будем читать 7 стиха здесь мы видим прочитали до этого что они уже поклонились сему правильно нет и 7 стих и видел оси у братьев своих и узнал их но показал будто не знает их и говорил с ними суровый сказал им откуда вы пришли они сказали и земли хананской купить пищи и оси узнал братьев своих но они не узнали его а почему на нем была другая одежда у него было новое имя понимаете это имя открывается в граммах поэтому еще раз говорю они получат тоже послание евреи тоже послание не должны говорить то же самое принято сачерами си илью когда он откроется и но это так вдобавок а теперь 9 и вспомнил осев сны которые снились ему о них и сказал им вы заглядата и вы пришли высмотреть на готу земли сей они сказали нет господи наш рабы твои пришли купить пищи мы все дети одного человека мы люди честные мы люди честные мы люди святые мы в послании мы дети отца пророка мы верим пророку мы ничего никогда плохого не делали нет что ты мы настолько правильные настолько любящие настолько у нас брата любят мы любим всех ну что вы что они ну вы сегодня читали они за голову хватали за что нам это и канал слышал как они говорят нет я готова дать свою жизнь я готова дать свою жизнь вот это не больше то любви когда кто душу положит за друзей своих не говоря уже за братьев вот бог хочет сегодня видеть такое состояние церкви вот такое хочет видеть не рассказы а тут это сделал понимаете он не разбираться даже с ними настоящий дух христов не будет разбираться забывая задние простираем себе бог меня послал сюда ради того чтобы спасти вас вам помочь аллилуйя узнать вот это настоящий божественный дух христов который просто необходим обращение в добротрубе во всем уметь просто прощать все иметь силу иметь это помазание прийти просто сесть вот знаете как мы с братьями сидели и просто смотреть друг другу глаза вот и не глазки не бегает понимаете нет это смотришь на брата вот я просто к нему любовь и ты забыл уже все что там когда-то было а только с того слушайте я не на сколько сегодня как сказать ну это по благодати милости божьей чтобы ходить еще что-то внутри себя ну не надо а вам надо я знаю вы церковь знаете вы знаете куда вы идете мы идем восхищение что мы туда можем нести кроме как характера характер будет и вот этот характер посмотрите братья пришли но люди честные но потом проявилось они начали осознавать это бог наказывает нас за нашего отрока он забирает теперь меня мина он делает так что с нашим отцом в седину говорит во гробе его сведут вспомните как они начали начали давать урубим говорит я отец забери моих двух тогда сыновей убей их представляете за одного убить два и я буду рабом и вот говорит нет я пойду отвечу за это и он стал перед осипом не трогать меня мина мы собрали тебе никакие мы не честные было мы брата своего продали мы так вот поступили с братом знаете пророк говорит не обязательно человеку брать и вновь спину засовывать достаточно сказать что-то за его спиной подорвать авторитет этого достаточно чтобы его убить понимаете он говорит ты будешь отвечать за то что ты подорвал авторитет что этот человек да теперь может через него бог должен кому-то проговорить но благодаря твоему языку и в этом надо покаяться вот почему произошло это покаяние вот почему эти братья осознали что бог с ними работал бог таки с ними работал так заметьте бог работал бог работал тоже с их сердцами и долгое время они может сидели они кушали вкусно хлеб лепешки там и уакова нормально было финники там и так далее да или нету все было у них жили написано не приходили там уже внуки порождались но вот это вот малая частичка эээ вот эта малая часть которую они имели не давала им полного благословения и свободы и у них пришло их не время испытания из-за того что они и это моя вера у них было откровение что они патриархи у них было откровение что у них один отец они осознали что они центы а не доллар и пришло для них время осознать что они действительно собраны вокруг этого доллара как мы слышали в этой цитате если ты настоящий хочу сказать рожденный ведь мы будем править библия говорит цари и священники будем править здесь на земле 12 патриархов за что мы боремся что мы хотим доказать что люди хотят доказать я что-то особенное такое да нету ничего особенного да братьям правильно сказали братья среди нас нет ни больших ни малых все мы одно все мы одно и все мы одно нет такого там пас там служитель как сегодня знаете есть нет кто больше за вас будет там слугой вот и слуга это не то кто мешки будет сегодня вам таскать по 10 этих мешков картошки или еще чего-то не в этом служение заключается слуга это то кто может себя посвятить и бог ему даст такую пищу которую он будет питать сегодня своих овец пищей а вы как слуги его слуги вы просто питайтесь и благодарите опять таки все это исходит от него за эту пищу и все мы растем потому что то же самое но просто в должность положениях каждого обязывают подчиняться друг перед другом каждый член тела почитает каждый один другого выше себя мои ноги сейчас держат правильно туловище мои руки сейчас здесь открывают мои уста говорят рука и она не делает наоборот содействует так и мы содействуем друг другу друг взаимодействуем потому что у нас одна жизнь одна кровь мы один организм и действительно это величайшее откровение которое также получили эти братья а сколько благословения вдумайтесь знаете вот я думаю как-то несправедливо сколько иосиф пострадал а сколько не один раз только им пришлось это осознать повезет кому-то да а кто-то приходит в роли иосифа и посмотрите а доля то равная и те и те пришли на готовы наслаждались я говорю братья будьте братьями приходите готовы наслаждайтесь ну распознайте что вы дети одного отца распознайте что вы тоже патриархи что вы тоже будете здесь править вот аллилуйя но это победу надо держать победа любви божественной нет больше той любви поэтому если мы действительно имеем откровение заканчивая сегодняшнее служение меня настолько же говорит если мы настаём мимо откровения это откровение станет проявлением оно должно быть приявлено но при чем оно приявится бог тебе должен воспитать свой характер он должен провести тебя через эти трудности испытания и поверьте это не будут испытания сверх твоих возможностей не будут не будут он не могут испытания дать Рубиму он не мог дать испытания Иуде то что дал Иосифу не могут другого не склада были бы знаете некоторые если дать испытания больше чем положено он пойдет удавиться повеситься не сработает это понимаете да меня нет это бог дает каждому свою меру но ты должен ценить эту меру и благодарить за эту меру потому что у тебя есть откровение это значит что пройдя это откровение ты получишь результат проявления этого откровения что у тебя есть цель бог тебе показал я знаю что перед восхищением перед восхищением бог сейчас будет особенно работать и работать со своей церковью особенным образом потому что еще раз говорю иосиф это прообраз духовной церкви иосиф прообраз духовной церкви аминь скажите вот мы заканчиваем служение сейчас будем молиться вот вы для себя читаю описание мы проходили эти вопросы хотел бы узнать скажите вы увидели для себя вот себя в чем-то как ты персонажа или нет что-то поправить можно уже или может тебя увидел только откровенно поднимите руку если не видел ничего страшного кто-то увидел или нет себя все увидели это нормально знаете есть ранее позже зажигания в автомобиле это нормально поэтому все хорошо соло посеяно это нормально явление поэтому это кстати честный правильно одних как-то сразу более живее в этом вопросе это без обиды братьям это всегда это макдалина первый раз познал господа господин велосипед с которой если без а братья позже зажигания сестра быстро быть не может по часам туда побегу пришел никого не мог это нормально поэтому слава господу пусть действительно слово которое посеяно в это сможете найти это есть это ключ к этому всему он говорит все что мы зачитали это так все полностью все если мы видим иосифа мы видим как он был ненавидим значит есть также братья и может быть ты ополчился против братьев которые знаете тебя недопоняли где-то как-то знаешь иосифа у тебя такое же будет любовь помазание это не то что ты придешь скажешь братья я тогда неправильно сказал извините нет 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 то есть это увидишь если ты видишь что ты шел против брата не обязательно приходить называть кого-то иосифа и так далее но что-то в тебе было может что-то ты действительно недопонимал и так далее вот ты должен поступить очень правильно если ты это увидел если ты не увидел значит просто вот иисус за меня умер спас меня аминь я спасен и так далее и то хорошо это лучше чем Харик речь перебудется говорить но мы говорим о вещах серьезных меня интересует сегодня это перемена моего тела перемена нашего тела интересует нас интересует это то что мы оставим эту землю прежде периода скорбью нас должно это интересовать и к этому моменту вот надо же интересовать эта динамика это сила которая подхватит нас значит она должна интересовать то на что она сойдет а это именно то сформированный его характер он говорит иосиф совершенство это характер облика мужа какого совершенного это те семь добродетелей о которой говорил пророк это живая вера живая добродетель воздержание да терпение благочестие братолюбие понимаете все это должно нас быть рождено и сформировано не наши человеческие качества любовь филио это будет любовь агапы и любовь агапы это божья любовь которая сходит на свои же свои же добродетели потому что они могут быть твои человеческие знаете иосиф который имел эти все откровения вот он немножко может себе почувствовал но в нем еще не было того понимаете у него не было того чтобы прийти и братьям согласиться с ним искать иосиф мы за тебя рады а хоть сейчас мы готовы поклониться нет это только разозлило и рассердило их но пришло время когда мы читали они пришли и поклонились и бог все знаете всю эту программу даже здесь киеве даже здесь он все-таки это допустил для какой-то цели для какой-то цели и мне тоже пришлось жестко брать знаете я тоже может бросал вызовы там и савы и яковы там измаилы и так далее я был тоже очень резким каждый брат это произошел в каждом каждый что-то друг на друга ну было ну давайте разумеете понимать то есть оно было то есть оно произошло не надо с человека знаете вот посмотрите на сейчас и забывая про за это заднее будем простираться куда-то вперед к цели высшего звания во Христе Иисусе победить и во сердце с ним аминь аминь аллилуйя давайте будем благодарить господи 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 поблагодарить за эту прекрасную одежду эту радужную одежду за этот завет который ты заключил церковью своей в эти последние дни в откровении 10 когда ты сошелся это раскрытый книга боже радуга была над головой его аллилуйя иисус боже и мы знаем кто это был боже мы знаем чью книгу мы сегодня едим чё деянием одеваемся боже очень причем это деяние на нас одета ты отстригаешь обрываешь максимально для того чтобы все это подошло для того чтобы предстать спасибо тебе великий господь за эти образы что мы господь читая это все мы можем видеть себя в какой-либо из этих картин боже господи и пусть боже лучше быть центом как мы говорили в доме твоём нежели американским долларом здесь на земле боже святой мы благодарны тебе что мы видим замечательный пример вокруг который мы можем собраться и создать одно действительно это великое тело слава тебе хвала боже великий спасибо тебе боже за эти чудные примеры еще раз и проси боже во имя иисуса христа благослови боже нас наполни это что было посеяно господь пусть каждый брат который может быть еще чего-то не увидел пусть он как сказал пророк нас учил пойдет домой это все пережевывая находя себя видя себя исследуя себя если есть какие-то недостатки боже для этого есть ты дух святой который работает скажем индивидуально в этом теле боже благослови я прошу тебя во имя иисуса христа волосы господь тоже те которые сегодня отошли отделились отступили господь бог я прошу тебя именем иисуса христа чтобы боже ты послал силу духа твоего святого боже даровал осознание что и как и почем и для чего господь ты это все садил боже чтобы господь также осознали что не так же является патриархами что не так же является те которые рождены от этого послания от этого пророка боже дам господь действительно эту смелость дам боже мудрость дай им силу господь и тогда они получат те же самые результаты которые ты обетовал боже если ты дал просто блудному сыну не спрашивай ничего ты дал самое лучшее иосиф дал для братьев самое лучшее аллилуйя господь то же самое боже ты сегодня готов сделать для каждого то боже придет тебе осознавая свою неправоту пусть она даже на 2 процента и мы видим что Рувим не особо был замешан в этом деле когда он пришел они уже продали братьеву но он точно так же был виновен как и остальные боже благослови господь всех господь всех я прошу тебя во имя иисуса христа боже и даруй боже каждому осознание даже спойду еще больше мне осознание того служение которое ты боже верил того служение которое ты господь даровал боже чтобы оставаться верными быть узником этого слова божия также мы люди за каждого брата который также несет какое-либо служение в теле также за каждую сестру который несет какое-либо служение чтобы они также разумели то служение которое им даровано и исполняли господь настолько смиренно скромно чтобы божий каждый находясь вокруг них видел эту атмосферу и понимал что вокруг этой сестры или брата есть нечто что притягивает нас к ним дорогу уже милость и благодать просила имя господа иисуса христа аминь откройте пожалуйста 561 псалом новых сборника а и и и а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...